Добрый вечер! А у нас осталось ровно четыре автомобиля. А вы заметили, что оба наших имени начинаются на букву «В», что значит в совокупности «Виктори», что переводится с латинского «Победа». Итак, надеюсь, мы являемся теми тропами, которые ведут вас к той самой победе, к овладению автомобилем «Рено Дастер». Ну, не даром две буквы «В», две победы. Первая победа – это, конечно же, автомобили, ну а вторая, а может быть первая, но это если посмотреть по времени, то первая по времени у нас состоится прямо вот сейчас, секунды на секунду, потому что первая карточка, которая сегодня будет, уйдет из эфира в руки счастливого обладателя на сумму 250 гривен, уже готова к своему путешествию. Звоните к нам прямо сейчас по телефону 205-44-88. Конечно же, чтобы овладеть этой самой победой, надлежит потрудиться, отправиться в один из комфортных магазинов «Конфи» и совершить покупку на сумму… Равную двум карточкам. То есть карточку мы отдаем, а еще сверху вам нужно добавить столько же, и все получится. Вам необходимо 500 гривен. А мы сейчас, мы сейчас подарим вам карточку на сумму в 250 гривен. У нас есть телефонный звонок. У нас есть уже телефонный звонок, конечно, чтобы сомневался. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяночка, с какого города? Я из города Свердловска, Луганской области. Замечательно. Вы являетесь водителем автомобиля? Или еще нет? Да, да. Прекрасно. Хорошо. Тогда вам автомобиль не нужен, поэтому перейдем к следующим вопросам. Нет, нужен. Нужен автомобиль. Хорошо. В данном случае. А бывали вы когда-либо в Рио-де-Жанейро, в бразильском городе Рио-де-Жанейро? Нет, к сожалению. Знаете ли, правила, правила дорожного движения в Рио-де-Жанейро крайне разнятся с правилами дорожного движения других стран. Итак, присуща некоторая выразительная черта, что допускается правилами, опять-таки, этого же дорожного движения в Рио-де-Жанейро, что абсолютно недопустимо в других цивилизованных странах, например, в Украине. Итак, варианты ответов, Татьяна. Слушайте внимательно. Это перевозить в машине 10 человек, потом ехать на крыше автомобиля, самому, наверное, проезжать на красный свет, неважно, сколько людей, не использовать ремни безопасности. Должна заметить, что это правило допустимо лишь в ночное время суток. С 10 вечера? С 10 вечера до 5 утра. Правильно. Татьяна, что же это на ваш выбор? Я думаю, четвертый. Не выкористоваться ремни. Неправильно, Татьяна. Мы сожалеем. Еще одна подсказка. Это условие допускается в связи с тем, что ночью участились грабежи на автострадах. И вот чтобы уменьшить количество этих самых автомобильных грабежей, власти утвердили это правило. Водители берут с собой 10 человек в машину, чтобы, если что, отбиваться от этих самых, тех, кто грабит автомобили. Итак, ваш ответ, Татьяна. Мы вас слушаем внимательно. Недавно меня за вот такой... Проезжать на красный снег. Правильно, вы угадали. Вы угадали. Мы вас поздравляем. Вы так шикарно эмоционируете. Мы даже готовы вам уже отдать машину. Для этого, конечно, вам необходимо поучаствовать в акции от Кофи. Но в первой акции вы уже поучаствовали. Мы дарим вам подарочную карту от Кофи на сумму в 250 гривен. Употребите ее по назначению. И продолжая дальше нашу программу, мы отправляемся снова в магазин Кофи. На этот раз мы вряд ли встретим веселую компанию из Жени и Санин. Только Женя. Только Саша. Но он нас оказался не один. Он нашел, что в магазине Кофи, помимо бытовой техники, также запросто можно встретить и звезду. Поющую звезду. Смотрим сюжет и возвращаемся в студию. Всем привет! За 5 минуты группа М1 отправится в магазин СОПР покупки. Для того, чтобы взять эксклюзивное интервью и, конечно же, автограф у плывачки Гайтани. Особенно я очень долго ждал на этот момент. И очень счастливый с этого привода. Прямо сейчас. Отлетаю. 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 И с самого ранку в магазине Кофи святковая атмосфера. Сдаётся, все ожидают появления самого Деда Мороза. Але раптом з'явилася экзотична Снігуренька. В особи співачки Гайтани. Непередбачу вона і запальна. Вона стала невід'ємною частиною українського шоу-бізу. Снега оттаяли, кудай зима. Її повне ім'я – Гайтана Лурдес. В перекладі з Лінгала це означає «сильна» і неповторний тембр голосу повністю виправдовує ця ім'я. На концертах Гайтани відчувається особлива позитивна енергетика. В цьому нещодавно і переконалися відвідувачі магазину Комфі. Днями у магазині «Суперпокупки» відбулася суперавтограф-сесія «Суперспівачки Гайтани». Свіжі хіти, відмінний саунд, а ще живе спілкування із кумиром. Чи це не найкращий подарунок до новорічних свят? Одразу після виступу до столику зірки вишукувалася величезна черга бажаючих отримати автограф. Ну а дехто набирав автографи оптом – для себе, для матусі, для бабусі, для всіх-всіх-всіх. Оце так підфартило. І праску вдало купили, і зірку вчасно схопили. Для стовідсоткового щастя залишилося виграти автомобіль. До речі, Гайтана вже давно із побутовою технікою на «ти». Відколи придбала дуже корисну річ – соковижималку. І кожен її день розпочинається із ананасового фрешу. Автографи, диски, а головне – усмішки. Наліво і направо щедро роздавала Гайтана. Ще один вдалий день у магазині суперпокупки. Коментарі зайві. Це були супертехноперегони. Побачимося завтра о 19.00. По ночам некоторые автомобили думают, що вони потеряли своїх хазів і жалобно воют вночі. В програмі «Супертехноперегони» машини не потерялись, машини просто не нашлись. Найдіть скоріше свою машину. У нас їх осталось сьогоднішого. Всього 4. 4. 4. 4. 4 заветные машини, которые ми зараз будемо розыграти с помощью нашої машини «счастья». А раз когда-нибудь задумывались над этимологией этого словосочетання «машина счастья». Почему так называется наша, на первый взгляд, абсолютно банальная стиральная машина? Итак, она не желает запускаться. Я снова, снова пытаюсь. Ну, тогда открываем. Тогда открываем. О, вот, вот, вот она зашевелилась. Пошла, пошла, родная. Видимо, она капризничала. Так, Вадим, и здесь ниже своё видение аспекта машины, существования нашей машины «счастья». Моё видение... Что это за такое новшество? Это такое замечательное новшество. Придуманная компанией «Коспи». Которое стоит уже отключить, наверное, и остановить, и прекратить этот бег билетов, что мы сделаем сейчас. Достаточно, достаточно. Нас интересует другой вопрос. Как зовут победителя, победителя и владельца четвёртой с конца машины? Машины счастья, я так же полагаю. Мы не знаем его имени, но мы знаем известные номера. Эти номера принадлежат владельцу. Это акционный код, и внизу телефон, по которому мы сейчас будем звонить. Ах, если бы он был на линии. Ах, если бы он не забыл свой телефон в машине. Ну, конечно же... Он это человек, возможно, это женщина. Почему же сразу человек? Женщина, как сказала... Может быть, это и женщина. И сатирик Аркадий Райкин, лучший друг человека. Итак, бывали через несколько секунд, мы услышим голос в эфире. Ждём? Ждём-с. Если бы Михаил Боярский ввёл нашу программу, он бы сказал... А сколько у нас шпаг? Четыре. А сколько у нас голов? Четыре. А сколько у нас автомобилей? Четыре. А сколько у нас победителей? Тридцать девять будет сегодня. А кто же позвонит к нам? Четыре. Четыре человека сразу. Вернее, мы... К нам никто сейчас не позвонит. Звоним мы. Одному конкретному, неповторимому, избранному. А он... Судьбой. Я накаркал, по-моему, человек. Забыл свой телефон где-то. Оставил. Не помню. Нет. Нет. Он здесь. Здравствуйте. Вам звонят с канала М1. Алло. Я слушаю вас. Такие женщины. Да, очень приятно. Как вас зовут? Ольга. Ольга, очень приятно, что вы нас слушаете. Вы из какого города? Вернепровск. А вы смотрите канал М1 прямо сейчас? Нет, я присмотрю. Я только с работы пришла. Ольга, но вы вчера вернулись так же весело в припрыжку с магазина Комфи. Ну, покупала я вчера. Что? Принтер. 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 Принтера можно и в припрыжку. Это же не стреляющие. Мы поздравляем вас с Принтером. Спасибо. Вот, в принципе, и все, Оля, что мы хотели вам сказать. Ну, и вешайте трубку. Это все, что хотел вам сказать Вадим. А я говорю правду. Правду в лицо, хоть и за глаза вы на свет сейчас не видите. Итак, вы являетесь владелицей автомобиля Ренодаса. Который дарит вам шипа и магазин Комфи. Оля, покричите в ответ что-нибудь. А я не знаю, вы это, наверное, розыгрыш. Правду говорю, это не розыгрыш. Комфи презентует вам автомобиль Ренодаса. Коль вы сейчас включили бы канал М1, вы бы нас видели. Меня, Валерий Барду и Вадима Ярошенко. Да. Который общается сейчас именно с вами. Ну, в общем, доказать мы вам сейчас это все не имеем просто права, потому что времени у нас в обрез. Сейчас наши операторы будут с вами еще часа три, наверное, спорить. Но, в конце концов, вы договоритесь, знаете, до чего? До того, что вы приедете к нам в Киев и заберете свой автомобиль. А на этом наша программа подходит к концу. А заберете уже 29 декабря. Все, кто смотрел программу, молодец. А кто не смотрел соленый огурец, тем не менее, этому соленому огурцу ничто не помешало стать водителем своего собственного автомобиля. Завтра повторится все точно так же в 19.00. Пока. Пока.